В прошлый раз мы написали разложение решения по собственным функциям уравнений БФКЛ. Значит, вот у нас собственные функции, вот такое разложение решения. ВН0 — это начальные условия, это их разложение, так сказать, опять-таки по собственным функциям. Вот, давайте сделаем следующее. Чтобы у меня была безразмерная величина, я помножу и поделю на какой-нибудь характерный масштаб. QS0 я его назову в квадрате. Это характерный масштаб импульсов мишени. Вот. Мне он нужен исключительно для того, чтобы вот тут у меня R2, оно содержит размерность. Я вот сюда вот этот QS0 воткну, у меня это будет безразмерная величина. Сейчас, погоди, у тебя есть коровка какая? У тебя есть мишень, да? Да. Значит, у меня есть мишень. Мишень определяется вот этими коэффициентами, вот этими, так? Вот этой функции. Вот. И эта функция, вообще говоря, имеет какой-то характерный R. Мишень это то, что блин создает. Да. Вот. Это имеет какой-то характерный R. И этот R, ну, я могу единицы на R назвать Q, так? Вот. Просто QS0 обычно в данном случае с Q работают. Вот. И, ну, это что-то типа там порядка ГЭВа, как правило, да? Ну, там, я не знаю, на каком-нибудь протоне. Да. Вот. То есть, вот у меня есть этот характерный масштаб. Что я сделаю? Я возьму и перепишу мое VATR следующим образом. Во-первых, я буду рассматривать в дальнейшем сегодня только число N, равное нулю, то есть померонный вклад. И тогда у меня будет вот такой интеграл. Значит, VN乳 0. Вот я с волной напишу. E в степени αS это хи 0乳. Значит, E это вот это. Тут у меня будет R квадрат QS0 квадрат в степени 1 вторая плюс и乳. Вот. И вот здесь я написал волну, потому что я помножил на вот этот коэс 0, ну, и поделю на него. Когда я на него поделю, я это внесу в определение V. Тут. Тогда, я еще раз говорю, у меня вот эта вот безразмерная величина, и она просто помножает, ну, какие-то числа на вот этот коэффициент. Вот. То есть, V с волной, тут у меня 0, 0N, 0乳, это V0乳. Значит, я помножил на это, я должен на это поделить. ОС0 в квадрате в степени 1 вторая плюс и乳. Все. Вот с этим я буду работать. Значит, как мы находили приближение диффузии? Мы говорили, ну, давайте вот это вот, значит, заведем в экспоненту и найдем точку перевала в экспоненте. Теперь, вот, что такое V? V от R, да? Это было 1 минус 1 на N трейс U, ну, от R1, 2, да? U R1, U крейс R2. Вот такая величина, да? И уравнение выглядело так. D по DV, ну, вообще, оно вот так выглядит, да? DV по D это, вот R, это альфа. Если я буду с чертой писать, то тогда просто на 2π. 6π делить на π. Альфа С с чертой у нас было, это альфа С на N делить на π. Вот, значит, тут D Ро, тут Ро в квадрате, R минус Ро в квадрате, R в квадрате. И вот тут было V от Ро плюс V от R минус Ро минус V от R и минус V от R минус Ро на V от Ро. Вот, это полное уравнение Баллицкого и Ковчегова, да? Вот, теперь мы говорим, ну, в смысле, я его также могу переписать через трейс, как мы его получали. Что в нем интересного? Вот V равное единице, просто V тождественно равное единице. Вот мы его сюда подставим, да? И мы видим, что вот это вот занулилось просто тождественно, да? Ну, и вот это, естественно, занулилось. Вот. Так же, как и в этом, равное нулю, да? Вот, то есть мы можем сказать следующее, что V равное единице, это некое стационарное решение, да? Вот. А решение, которое мы вот тут получали, мы считали V малым, пренебрегали вот этой частью, решали это уравнение. Мы получили V, которое на самом деле растет как-то, да? Вот. Соответственно, оно будет как-то расти, 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 но оно не вырастет дальше единицы, потому что как только оно придет к единице, у нас, ну, оно перестанет расти, просто исходя из этого уравнения. То есть V равное единице, это некое стационарное решение. У нас есть решение, которое до единицы, а не к единице как-то там придут. Ну, а то, что больше единицы, оно нам неинтересно, потому что мы все равно стартуем с меньшего единицы. Вот. Поэтому вот все это наше решение, оно растет, да, вот с энергией цета. Вот. И понятно, что мы можем сказать, что вот этот линейный рост, ну, экспоненциальный рост цета, да, он должен где-то останавливаться, так? Вот. И мы можем сказать, вот давайте… А физически вот эта вот единица? Порядически это называется черный диск, грубо говоря. То есть это когда ударная волна, она что-нибудь… Ну, то есть, если мы посмотрим… То есть это предел… То есть у каждого… У нас есть некое максимальное сечение, которое мы можем… То есть V равное единице – это вот этот трейс равный нулю, получается, да? V равное единице – это трейс равный нулю, да. Это означает, что, ну, поля очень велики, так, вот. В литературе это называется «Предел черного диска», но я могу, так сказать, разобраться, рассказать. Вот. От аналога не сильно понятно сказать, что черный диск. То есть это аналог дифракционного рассеяния на черном диске, что ли, какой-то… Ну, это максимально возможное сечение, как я понимаю. В два раза больше. Да, 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 это вот оттуда. Ну, это как раз связано там с теоремой Фруассара, в принципе, вот этот предел. Ну, я и вот это в следующий раз расскажу. Сейчас для меня важно, что у меня где-то наступает насыщение. Вот, на V – порядка единиц. То есть мы можем, если сечение, в смысле, V – это рисовать. У меня V – от R. Вот. V у меня всегда двумя, да. У меня это. Вот тут у меня начинается какой-то рост сета, а потом где-то к единице он прекращается. Вот. То есть, в принципе, раскладывать можно было его и около единицы. А мы сейчас это сделаем. Мы сейчас это сделаем. Вот. То есть, в прошлый раз мы раскладывали здесь, мы получили вот это. Так. Сейчас мы разложимся здесь, значит, получим вот это приближение. Но вот мы можем ввести условно, скажем там, одну вторую, да, и сказать, что вот по этому значению 1, 2, можем найти характерное это, да, когда наше V равно 1, 2. И тогда мы скажем, что, ну, вот давайте считать, что вот когда V там меньше 1, 2, ну, это руками за 1 масштаб, да, меньше 1, 2, мы говорим, что у нас есть линейная эволюция, вот наши формулы, которые определяют нам решение. Вот. А когда V больше 1, 2, то тогда мы будем говорить, что у нас происходит явление, которое называется насыщение, то есть сечение перестает расти. вот. И мы хотим определить. Вот у нас V, оно зависит не только от R, а еще от этого, да. То есть вот эта 1, 2, она будет меняться в зависимости от R и это, где, как пройдет вот этот график. То есть и R и это будут влиять на положение этой точки. Вот. И мы хотим сделать следующее. Вот давайте найдем по заданному, скажем, это наш R, при котором V равно 1, 2. Так? Вот. Вот давайте как это делать. Ну, вот ровно так же. То есть это у нас, я вот буду писать экспоненту, в экспоненте у нас стоит E в степени альфа С это хи 0 ню. Значит, плюс, ну, 1, 2, плюс и ню. В принципе, 1, 2 я мог и не писать. Логарифм R квадрат QS 0 в квадрате. Вот. Значит, вот это, оно, в принципе, от ню то и зависит, да. Но так мы его, значит, поделили, ну, вот, соответствующим образом, на QS 0. А QS 0 это его характерный масштаб. Мы понимаем, что там ничего большого, в принципе, не будет. Вот. Характерный масштаб вот этой штуки, он у нас вот в QS 0. Вот. И что мы должны сделать? Ну, мы должны. Вот это у нас будет F от ню. Все как обычно, да. Мы берем F' от ню. Это будет альфа С это хи штрих. Вот. Плюс и логарифм. Значит, R квадрат QS 0 в квадрате. Равно нулю. Вот. Это уравнение на ню, которая, значит, точка перевала. Так. Вот я тут могу написать ню точка перевала. Значит, назову ее как-нибудь там SP, значит, saddle point. Так. И отсюда я найду это ню SP. Это будет некая функция как R, так и это. Это вот тут вот. Вот она. Вот она у меня есть. Хорошо. Теперь я должен сказать что? Что V в этом случае это равно единице. Одной второй, да. Вот. Как я это делаю? Значит. В. Когда я возьму методом перевала вот это выражение, да. Оно будет как выглядеть? V от R будет выглядеть так. В. Ты его в диффузном приближении, да? Да, да, да. Я вот в этой точке перевала его и беру. Значит. У меня получается E в степени альфа S это H от 0. Вот это SP тут стоит, да. В. Это. В. Е. В. А, да. В. В. сейчас я его хочу написать я хочу написать даже да 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 сейчас секунду это у меня просто так будет значит я вот это f f2 штриха f соответственно представляю как f от нее сп ну у меня будет минус f2 штриха от не сп на ну не у минус не успешно квадрате ну плюсы пополам до смысле она 30 вот я беру у меня тут получается f от нее сп просто f от нее сп значит вот я сюда и подставляю вот это я подставил ну еще вот сюда должен подставить плюс вот помножить у меня будет некая предэкспонента вот отсюда да вот но зависимость хорошо я напишу у меня будет корень из пи на 1 2 f 2 штриха от него сп да вот хорошо написал теперь я говорю ну вот это у меня равно 1 2 вот так чудесно давайте поэтому найдем скажем r как функцию это по уровне вот значит что я должен сделать ну я могу взять написать значит ну помножить на 2 взять логарифм взять логарифм вот я понимаю что основное основной вклад в ну эволюцию вообще говоря по это да и в зависимости от r у меня дает вот это экспонента вот это это некий вклад который так сказать ну вот следующий ну то есть он слабо меняется с это скажем да вот поэтому для самой грубой оценки я им просто пренебрегу вообще да во первых корень вот тут стоит вот но он хорошо корень из это и и в степени это ну и в степени то это гораздо более сильная зависимость это во первых а во вторых я сейчас смотрю большие значения в да вот а это решение получено когда у нас в вообще горя маленькие считаются поэтому в честном решении если мы посмотрим ну вот на зависимость скажем r от это в точке 1 2 эта зависимость если мы будем учитывать вот этот кусок она будет неправильно потому что в честном решении этот кусок будет другой вот поэтому для оценки этим мы можем просто пренебречь как и 1 2 на самом деле сказать что это в общем порядка единицы все вот и рассматривать только экспонентом вот поэтому я так и сделаю то есть я напишу что мы в нашем вот главном грубом приближении у нас будет что-то типа там единица порядка и в степени альфа с это хи 0 ню сп вот это значит это твое в степень логарифм это просто вот эта штука на qs 0 r квадрат степени 1 2 плюс ню сп вот значит мы помним что ню сп у нас вообще говоря мнимая поэтому это все действительно величина вот хорошо что мы будем делать значит тогда у с 0 наверх в квадрате это это я должен взять и в степени альфа с и возвести все в степень так я вот это скажем поделю тогда это будет единицы на это в этой степени вот и здесь возведу всю степень обратно то есть я вот тут поделю да вот 1 2 плюс ню сп хорошо и здесь значит у меня интересует р квадрат да но опять таки я могу ввести переменную qs квадрат то есть я могу говорить что вот это мой характерный размер диполя при котором мы достигаем значит насыщение или если я значит ввиду переменную qs в квадрате это единицы на 1 в квадрате это характерный масштаб в импульсном пространстве насыщение вот тогда у меня получится что qs в квадрате это есть значит qs 0 в квадрате на вот эту экспоненту альфа с это а тут и ноль вот замечательно вот этот вот импульс называется ну импульсом насыщения его смысл смысл следующий что это характерный импульс при котором перестает ну заканчивается линейная эволюция то есть вот на этой картинке значит тут у меня это а тут у меня логарифм q квадрат да ну тут мне где-то лямбэ кхд вот я говорю вот что это за график это график который говорит что вот если я нарисую логарифм вот этого qs как функцию вот этого всего он будет пропорционально это с кем-то коэффициентом то есть это какой-то вот такой вот графика значит и мы говорим что для тех q которые меньше то есть вот здесь значит которые вот сверху от этой прямой у нас получается что там эволюция не линейная а тут ли не вот и эволюция по это она идет вверх до эволюции по квадрата она идет сюда то есть вот эта область линейных линейной эволюции и если мы стартовали с какой-то точки да то вот скажем эволюция туда это эволюции деглаб то растет q квадрат она всегда линейная вот а эволюция вверх по поэта аля бфк л то есть вот она вот до этого места это на бфк или дальше она уже бы к вот то есть это и физически это означает что что такое значит эволюция бфк л это на каждом шаге по быстроте мы рождаем новые глионы вот в лестнице просто то есть уравнение бфк л это что то что там даже равно кожи так к это оператор который рождает эффективную ступень лестнице вот то есть мы на каждом шаге по его по быстроте мы рождаем новый глион фактически ну вот здесь вот они линейная эволюция означает что на самом деле у нас если мы смотрим вот этот кусочек вот нас был глион он родил грубо говоря лестницу и дальше есть а нелинейная эволюция означает что у нас было две таких лестницы значит вот так это выглядит был один глион был 2 глион они схлопнулись и родили лестницу и один глион то есть на диаграммном уровне но это я просто потом аккуратно нарисую вот тут имеется ввиду вот этот глион вышел из в да вот из в один глион вышел там дал вклад в эволюцию в и он один и есть днем вот тут он был 2 в из каждого вышел по глиону и в конце осталось только один ну это так вот ручками да но это я честно напишу так сказать потом вот короче говоря вот эта линия она отделяет область линейной эволюции область нелинейной эволюции вот эта область называется в этом смысле портонный газ я говорил да вот это называется коллоглаз конденсат вот вот неплохо бы найти вот эту величину еще до который тут стоит при альфа с это вот как мы ее найдем значит найдем мы следующим образом вот из этого уравнения вот вот ну из того уравнения из вот этого значит если я вот в это уравнение это условие экстрема до поставлю мистер квадрат единицы на квест квадрат вот то я собственно получу уравнение уже на ню сп и я его найду вот хорошо значит я подставляю альфа с это здесь плюс и логарифм к с 0 на к с п то есть это я делю на это это я делю на это то есть я это переношу сюда с другим знаком и беру логарифм то есть это будет показатель вот с минус единиц минус альфа с это это и 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 1, 2, плюс и ню виспо. 0, ню. Вот уравнение. Это уравнение даст нам... И было при этом самом, при хи 0. То есть вот тут. Хорошо, это уравнение решается. Ну, в смысле, оно аналитически не решается, решается численно. Когда оно решается численно, ню виспо получается равно... Значит, минус 0, 1, 2, 7, 5, и. Ну, просто некое число, да? Ну, понятно, что это число, в общем, оно вполне адекватно. Вот. После чего, если я вот это число подставлю сюда, да, чтобы посмотреть, как же у меня вот этот наклон себя ведет, у меня получится QS0 в квадрате на E в степени альфа-эс это. А вот тут будет... Вот тут будет... Так, я тут написал квадраты, поэтому я тогда напишу двоечку, потому что у меня без квадрата написано... Значит, 2, 44. Вот. Вот так. Вот так ведет себя масштабное сечение. Вот. Очень хорошо. А это криво, который на эксперименте? Я покажу в конце в самом экспериментальной кривой. Ну, точно, не чисто аналитический такой момент, да? Потому что тебе пока что такая абстрактная величина, два режима друг к другу не переходит, и все приятно. Секундочку, я еще... Не, понятно, что это не так, что вот здесь хаос-хаос, а вот здесь порядок, вот просто шаг в сторону и уже туда. Сейчас мы как раз обсудим, насколько плавно эта граница переходится. Вот, это мы все обсудили. Теперь давайте напишем решение вот в области этой кривой, да? Как оно выглядит? Вот VATR, вот оно написано. Теперь в нашем приближении вот оно, да? Ну, с точностью вот некого множителя, о котором я пока забуду. Вот. Значит, вот так. Если я буду делать... Я хочу посмотреть, как V зависит от R, да? То тогда я опять-таки вот делаю вот эту вот процедуру как нахождение минимума и перевала. Вот тут тогда будет вот nu, значит, оно будет не SP, которое дало мне вот это, а ну просто nu со звездой некая, да? вот, и хорошо, и тогда у меня получится QS0 в квадрате R в квадрате в степени вот 1, 2 плюс и nu со звездой на E в степени альфа-S и nu со звездой, и это, вот. Если я говорю, вот давайте мы возьмем это. Это я могу найти отсюда, так, и выразить его через вот QS, так? Это зависит от QS. Нижнее уравнение говорит следующее, что характерный масштаб насыщения, когда V равно 1, 2, при быстроте это равен вот этому, так? То есть быстрота это однозначно определяет масштаб насыщения. Ну да, при V равно 1, 2. Ну, это и есть, может, чудесно, да. Но, вот тут я говорю, я хочу найти V от некого R, произвольного, неравного вот этому, так? Вот. Как функцию ETA. Так, как функцию ETA. Вот. Но, так как мое ETA однозначно пересчитывается в масштаб насыщения, я могу найти как функцию масштаба насыщения. Никто не мешает. Нет, никто не мешает, это просто как-то... Что не так? Нет, все так, только у тебя эти параметры как-то очень сложный смысл приобретают. То есть это вне уравнения у тебя при... когда ты как-то фиксировал вот, переход, извиняю, не вне и на режиме. Верхнее уравнение это у тебя живое уравнение. Да. То есть я говорю, вот у меня, значит, вот есть некая кривая, да, вот тут у меня одна вторая, и, значит, это, да, вот. И для каждого из начальных там QS0 у меня вот своя такая кривая. Вот. Теперь я говорю, вот я давайте я фиксировал QS0 там, скажем, гэвом, и говорю, тогда вот моя кривая, и я точно знаю, что у меня это и QS0 связаны, и QS связаны вот этим уравнением. То есть для каждого это я всегда могу найти тот масштаб насыщения, при котором мое V будет одна вторая. Безусловно, ты можешь, но хорошо можешь. Хорошо. Мне очень понятно, почему-то там R квадратия ставил, потому что ты ее тоже должен. Не-не-не. Нет, нет, нет. Вот у меня есть два живых, два связанных параметра. QS и NU, так? Ну, хорошо. QS и NU. Вот. Я, скажем, NU могу выразить через QS, так? Вот. И подставить вот сюда. Так? И что у меня будет? Если я подставлю это вот сюда. Я не очень понял, у тебя NU, она у тебя уже вон, ты его нашел, это какое-то число у тебя. Вот это? 244, да. Так я про нее ничего не говорю. Это не живой параметр. Те живой параметр остался только QS. QS? QS и это. Значит, вот это уравнение однозначно определяет это как функцию QS. Вот я, грубо говоря, вот сюда поставлю это от QS в квадрат. Хорошо. Тогда это вместо R квадрата, который... Нет. Почему нет? Потому что если я бы хотел получить одну вторую, то да, а я не хочу получать одну вторую. Я хочу выразить свое решение в произвольной точке через решение, которое дает мне одну вторую. Вот. Вот сейчас я это перепишу вот через это и мы посмотрим, что это даст. Значит, у меня будет в степени меню со звездой. Так, E в степени... Значит, если я поделю на QS 0 и возьму логарифм, у меня получится логарифм QS в квадрате на QS 0 в квадрате это 2 на альфа S на это ну, я пока 2.44 не буду писать, я вот это напишу, тогда без 2. Значит, хи 0 ню SP на единицу плюс одна вторая плюс и ню SP. Вот. Соответственно, альфа S на это это вот это делить на это. И это будет значит, или E в степени альфа S на это это QS делить... Да, да, да. QS делить на QS 0 в квадрате в степени в степени хи 0 ню SP это я вот это просто переписываю. Так, делить на хи 0 ню SP это я на это поделил и значит, помножить на 1 вторая плюс и ню SP. Вроде правильно. Вот. Хорошо. Хорошо. Теперь я могу сказать, что я интересуюсь поведением, но вблизи этой кривой. Так? вблизи этой кривой и пренебрегу отличием для начала. Даже не пренебрегу пока. Вот. У меня QS 0 так оно есть здесь и здесь. Я могу их собрать. Ну, а здесь я все-таки пренебрегу их отличием. Пренебрегу их отличием. Тогда вот ню от ню SP. Вот здесь, да. Значит, что у меня получится? Здесь тогда я скажу, ну, в окрестности этой кривой. Опять-таки, когда r не так далеко от QS. Вот. Здесь у меня единица. Здесь у меня будет QS в квадрате 1,2 плюс и ню со звездой. А тут у меня QS в квадрате QS 0 в квадрате минус 1,2 минус ню SP. Так? Если я их считаю примерно одинаковыми, QS 0 у меня вообще вылетело. Вот. У меня осталось только вот это. У меня осталось r в квадрате помножить помножить на QS в квадрате степени 1,2 плюс и ню. Тут мне не важно, что писать в этом смысле. SP. Вот. Зачем это все я делаю? Так? Я просто хочу сказать, что в окрестности кривой, когда у нас наступает насыщение, наша функция V, а следовательно наше сечение, да, амплитуда и так далее, любые наблюдаемые, они являются функциями вот такого параметра. r квадрат на QS квадрат. Немножко замысловат этот параметр, особенно что такое QS здесь. QS, вот он. Ну да, то есть это это. Это E в степени это, ну с каким-то коэффициентом, а именно вот с этим. Это, да, это некое это. То есть это штука, зависящая от этого, то есть это X в какой-то степени. Вот. Собственно, вот эта зависимость называется геометрический скейлинг. А именно, что наблюдаемые в окрестности перехода из линейного режима в режим насыщение, они зависят не отдельно от R квадрат и от это, а зависит от них вот в такой комбинации. В данном случае мы получили, что они вот степенным образом зависят вот тут. Очень хорошо. То есть это вот где-то вот рядом тут. Спрашивается, а что будет вот тут и вот тут. Может быть они и везде так зависят тогда, чем это. Вот. Давайте сначала посмотрим вот эту область. Вот геометрический сфилинг он наблюдается в данных. Я в конце покажу просто картинку. Вот зависит сечение ЕП России. Так, давайте сделаем следующее. Вот это все делалось в приближении диффузии. Да. Причем я, возможно, даже перестарался. Да, вроде не перестарался. В смысле, что я что но это разложение в некотором смысле в нуле. хорошо, а вот теперь что? Вот мы говорили про дважды логарифмическое приближение, когда я вот эту хи раскладываю в точке 1-2. Ну, в точке полюса. Полюс, да. Ну, полюс и 1-2. Вот. И решение в приближении дважды логарифмическом выглядело вот так. Я его сейчас напишу. Вот. выглядело оно вот так. кто сказал, что мы имеем право в этом приближении работать около области насыщения. Почему? Сейчас все будет. опять-таки это если я ввожу вот эту свою QS0 помножить на V0 некая да с волной со звездой назову его. А. Нет. Соответственно со звездой меня было вот такое. ну, тут некий коэффициент типа там корень из π пополам логарифм в 3-4 единица на QS0R 2 альфа с это в 1-4 и помножить на вот этот экспонент да е в степени 2 корня значит это понятно альфа с и логарифм единица на коэффициент в квадрате в квадрате вот такое решение он стоит просто без степени значит у меня там стояла единица на ров 4 еще когда я выводил вот потому что ну я вводил функцию грина функции грин там в интегрировании это сам единица на ров 4 но здесь у меня нет единицы на ров 4 здесь у меня все безразмеренно оно вот так стоит значит теперь вот если мы на это посмотрим решение что мы увидим мы увидим что ну вот значит у нас это и р тут входят вот одним образом тут у нас это вообще другим образом как-то входит так аэр еще вот тут просто стоит то есть скейлинга нет нет потому что вот это предэкспонента сэром она здесь я ее учитывал ну я ее учитывал вот я мог не учитывать тот корень про который я говорил корень он вот такого типа так ну вот тут значит в моем корне стоял стояла это так вот во второй производника у корня р не было вот ну вот функция f вот она только линейно по ним зависит тут нету логарифма он уходит из сыра производства вот но даже дело не в этом то чем там было пренебрежено там было прижим перебрежено там корнем корнем из это так вот корень из это ну вот я могу этим вот в принципе здесь пренебрегать вот но у меня есть зависимость это и логарифм вот qr значит а здесь у меня эра вообще свободна вот то есть если я буду менять только это значит у меня ну вот этот r например вообще не затронется вот то есть тут нету скейлингового поведения и это свойство которое дважды гарифмическое приближение это вот по диагонали да мы идем туда то есть это при больших q квадрат и мы понимаем что значит это где-то вот тут вот особо прижимаясь вот этой оси у нас кейлинга не будет так вот то есть наше решение будет вот иметь хотя бы какой-то такой вид спрашивается то есть это вот ровно по диагонали при больших значит ну вот у меня есть дважды логарифмически некая область так вот диагональная когда она справедлива если я ухожу далеко сюда оно уже в этом смысле несправедливое или далеко вниз оно несправедливо оно справедливо где-то по диагонали то есть в районе диагонали скейлинга нет так как в районе вот тут вот условной вертикали скейлинг есть то я ожидаю что вот где-то вот я пойду от диагонали сюда и вот где-то он у меня начнется так вот спрашивается где он начнется начнется он можем условно считать что он начинается когда мы берем и приближение диффузии приравним дважды логарифмическому приближению вот и говорим что значит это наша граница когда есть скейлинг то есть при на вот этой плоскости то есть мы хотим нарисовать некую кривую вот что вот дальше от нее дважды логарифмическое приближение работает лучше чем приближение диффузии а ближе сюда при джин диффузии работа лучше чем партнер грифмическая пружин диффузии мы говорим что ну вот у нас есть скейлинг некий да вот и вот эта область между вот этой вот линии который мы сейчас найдем и линии перехода в режим насыщения называется область extended scaling расширенный скейлинг вот нет там просто скейлинг есть но он чем блин дальше сюда тем он хуже грубо говоря вот но он еще есть то что джин диффузии лучше чем приближение дважды логарифм вот а тут его в этом смысле уже нет там есть пружин даже логарифма его уже сюда есть уровень тегла то есть вот нужно найти в эту линию как мы будем искать мы говорим что это наблюдаем и щас покажу да ну это надо число сравнить чтобы убедиться что она прям наблюдаем и вот но то что скейлинг я скорее сейчас мы увидим вот как она значит так 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 значит приближение приближение диффузии у меня вот это альфа с хи ню 0 плюс и ну это мне одно и то же логарифм смотри на квадрате она равно что-то типа вот это равно 4 логарифма 2 минус 14 за это от 3 не в квадрате на приближение дважды логарифмов это равно минус и на на вернее плюс и на и плюс 1 не и пополам вот ну и грубо говоря вот это уравнение с мы решим мы найдем некая new transition так вот это new ну вот полюс мы не обещают что твой не должно быть минус и пополам плюс что-то очень мало вот у меня а он с не квадратного с не минус и пополам в квадрате там начинается да то есть это вот хороший приближение вот то есть у меня получается что плюс и пополам полюс и минус и пополам полюс вот и вот этот вот значит число ну а ноль это у меня вот где-то где у меня пробежение диффузии работает вот и не вот этого transition получается с но это числе уровней ну или не численно его можно решить она получится минус 0 22 и вот ну там 22 что-то там да не очень близко а вот там просто очень круто идет ну в смысле там у нас как-то так вот это типа и пополам мы говорим вот ноль но минус и пополам да это ну вот число есть число в смысле я могу продемонстрировать как математика его находит ну вот значит это число по этому new мы можем найти соответствующий импульс так не сюда только сейчас 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 куда его напишу да 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 вот сюда если это new сюда подставлю так то есть я хочу сказать что при каком при каком масштабе насыщения я хочу себя спросить значит при моем фиксированном это у меня ну вот точка перевала будет вот в этой new transition так вот и отсюда я могу найти соответствующий q вот понятно то есть я говорю у меня погоди у меня значит значит мы говорим хотят мы говорим следующее вот мы нашли как по нашему это мы знаем куку куку насыщение нижнее уравнение это у тебя первое это я первое криво другом тревога почему-то слаешься на то же самое оставлять не очень работоподобную комплексное не значит что я хочу что я говорю вот давайте говорить что два режима уравнение два режима те дает примерно одно и то же находишься все таки далеко где у тебя правильного техническое продвижение с одной стороны а с другой стороны ты хочешь где диффузное да значит что я говорю вот я хочу найти такую точку в которой вот экспонента приближается одинаково значит разложением в неё и разложением в нуле я эту точку нашел вот он так теперь я говорю давайте посмотрим при каком грубо говоря r вот этом так у меня вот эта точка будет . перевал да значит у меня это еще есть при каких r и это у меня будет эта точка . перевал но это я выражу через qs они мне однозначно связан так вот этим соотношением ну ладно хорошо вот значит как мне найти вот это r ну или единицы на r это будет некий к вот значит как мне найти мне нужно взять единицы на r transition вот этот который дает мне вот эту точку перевалом значит я говорю что означает . перевал . перевала это означает что у меня 1 производная равна нулю до 1 производная равна нулю то есть я дифференцирую вот это проравняю к нулю вот у меня получится что соответственно хи штрих альфа с это значит так тут какая-то вот и штрих альфа с это потом я по ню дифференцирую значит плюс и логарифма qs 0 в квадратах квадрате на к в квадрате равно нулю до равно нулю вот тут вот у меня 0 new transition так стоит вот соответственно я отсюда могу найти к к квадрат квадрат у меня будет квадрат квадрат на е в степени значит альфа с это хи штрих значит 0 new transition вот 0 new transition и значит так и еще где то тут у меня будет минусы да так хорошо хорошо но не очень я и что-то не понял и так все нормально нет ну ты потом же только производную да ну что я подставил мне получилось и и не задумался в этом вот значит когда я да вот это вот эта линия так еще раз у нас почти одно квадрат почти другое у нас стоит это это вот и это понятие квадрат где ну это как квадрат как в смысле да 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 если я подставлю числа то как квадрат получится qs 0 в квадрате на е в степени значит 2 у меня просто числа линейные на 5 75 альфа с на это ну в смысле эти корни извлечь ну двойки не будет да 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 вот поэтому я про это ты подумал и и там действительно с производной умрет вот значит то есть мы что видим что наши к вот так ну если я вот тут вот сотру квадраты да это q то есть мы видим что вот эта линия которая говорит что мы перешли в режим насыщения то есть она стала порядка единиц это типа там 244 вот грубо говоря альфа с на 244 там наклон да вот а вот у этой наклон соответственно альфа с на 575 нет все красиво то есть я нарисовал слегка и у меня оси то наоборот у меня это тут а q квадрат тут вот я имею в виду что вот тут огромная область на самом деле просто она нарисована маленькая она достаточно большая то что это еще экспонент это между двумя вот у оно так то есть скейлинг грубо говоря справедлив в огромной области ну вот тут он все хуже и хуже но он справедлив в такой вот большой области ну вот переменных q квадрат и это вот но если мы идем в большей q квадрат то значит нет деглапи хорошо это мы рассмотрели значит область границу значит с областью насыщения область в которой эволюция общего линейно но скейлинг уже есть так значит здесь его нет мы виделись даже грифмическое приближение спрашивается вот здесь где эволюцию совсем нелинейная где значит вот нелинейный член нужно учитывать так есть ли скейлинг ответ скейлинг там тоже есть вот давайте это видим вот вот значит уравнение выглядело как доходы это теперь мы посмотрим около в равного единиц а симпатический там вот у нас было вот я напишу трейс в один у два крест в новом альфа на 2 пи а нет тогда альфа с беру вот этот интеграл r квадрат в квадрате р минус ров квадрате тут у меня трейс в один у 3 крест трейс у 3 у 2 крест минус н трейс у 1 у 2 вот это уравнение да и мы говорили что в r12 это единица минус единицы на н вот так было теперь мы говорим вот давайте посмотрим в значит близком к единице если в близком к единице то на самом деле вот сейчас значит в близком к единице то вот это мало так это мало и тогда я вот специально его написал таким образом это означает что вот этот член мал его квадрат а вот этот значит ну больше 1 порядка мало цвет 2 значит ну я н единиц на н нормирует ее на единицу просто вот в этом смысле вот это вот н ну то есть если я беру у все равном единице у меня это и на это и тут у меня это и на это то есть это и на но она как бы делает их одинаковыми вот да 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 вот хорошо поэтому что мы можем сказать вот тут вообще горе интегрируем по всем r да а тупки написал немножко не так да это у меня будет r12 это будет r13 r23 r3 значит хорошо теперь то есть мы говорим у нас мы смотрим вот эту область тут нас мало и кух малый кует значит большие r вот в области больших r мы говорим что наша в должно быть близко к единице то есть наш вот след должен быть мал в области больших в вот и допущение которое мы будем делать мы будем говорить что вот давайте считать что в основной вклад в интеграл дает как раз вот область больших размеров диполе вот мы интегрируем ведь по всем вот и и тогда если это так то вот эти все мы можем пренебречь этот останется но мы же понимаем что у нас есть вот где-то точки когда r1 равно r3 то есть r13 вот этот диполин маленький причем он еще там усилен вот этим знаменателем вот то есть мы говорим следующее что вот этот чем у нас везде работает дает основной вклад только вот в этой точке когда r1 около r3 вот он значит в какой-то момент становится порядка вот этого члена вот а скажем вот этот член он везде у нас ну так он на малую величину помножается у нас везде мал но когда этот диполь становится маленьким так этот диполь становится маленьким он при умножении еще и на этот вот это сокращает но когда он становится маленьким этот диполь это означает что маленький дипольта большей q квадрат а там уже там уже эволюции линейная да и мы его типа знаем так вот мы его из линейного можем посчитать а а именно мы даже не хотим его считать мы скажем что он нас ведь интересует переход так нас интересует переход когда он становится порядка единиц когда он становится порядка единицы когда его размер становится порядка q с обратно так вот мы у к с из этого получали ровно поэтому мы будем говорить вот мы сосчитаем следующий интеграл мы будем говорить что наше уравнение перейдет в такое уравнение значит да и вот этот след у 1 в 2 крест значит чтобы r12 я ну с виду чтобы не писать вот это большое значит перейдет в следующее уравнение ds от r по d это равно минус n альфа с так на 2 пив квадрате интеграл dr так и у меня есть значит здорово р квадрате квадрате на с от r да вот это я выкинул но вот здесь я регуляризую таким образом что ро и запятая r минус ru больше чем единица на qs от это мы считаем в глубоко глубоко вот этой области мы считаем асимптотику когда она близко облик сколько единиц в этом смысле это будет следующий там поправки какие-то то есть мы говорим вот там где она меньше qs эти уже порядка единица нет сокращают но они тут друг друга сокращает вклад этой области мал это наше предположение вот теперь ну вот это уравнение в смысле опять таки на экспоненту да вот осталось только вот это вот найти коэффициент отлично вот этот коэффициент можно искать разными способами самый простой вот такой есть так называемые биполярные координаты вот если мы имеем два тока электрических это скажем туда этот суда то вот линии эко потенциале они вот как-то так расположены это магнитное поле да вот мы соответственно перпендикулярная им так пардон перпендикулярно им они идут вот так круги вот ну вот и в этих координатах значит x у нас равен лучше это перепишу в этих координатах x равен значит вот это наше расстояние это будет r вот это да вот р р пополам минус сегма минус косинус сегма а у это р пополам на синус сегма чесину стал минус косинус сегма вот где значит тау это логарифм d1 на d2 скажем вот я любую точку в пространстве параметризу и вот это у меня d1 вот это d2 так а вот это угол сегма так вот это логарифм d1 на d2 все от любую точку в пространстве я могу значит вот так причем эта система ортогональная вот и тогда вот я просто беру делу замен переменных в интеграле и получуя следующее интегралность минус n альфа с на 2 пив квадрате на интеграл ты сигма дэта у сигма значит у меня меняется от пи до 0 0 до пи а то а вот смотрим на то а вот я говорю я хочу вот это вот условие наложить да вот у меня вот тут вот кружочки они не это не фокус смысле от не центр но мне и неважно мне регулировать на порядку величины вот значит соответственно у меня вот это к с я считаю очень большим я глубоко в этой области соответственно мое максимальное будет каким вот это мое r да вот это моё к с то есть мой стал будет от минус вернее от логарифма да 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 к с на на r до мину от минус логарифм уку к с на р до логарифм кусь на р вот так и еще должен помножить на два потому что это я вот верхнюю полуплоскости мне еще нижняя есть вот и вот этот вес он просто равен единице за все подставляется туда и все это единица вот это единица и тогда интеграл берется просто вот получается уравнение ds куда это равно минус альфа с на 2 пи так 2 2 пи это это вот это написал что тут получится от нуля до пи это 2 пи еще 2 4 пи логарифм кусь на и вот правильный ответ и на с вот нс делась в черту вот вот так ну это можно решать да замечательно ну понятно как это решать да вот я могу ввести да и сразу видно что у нас есть скейлинг у нас quest на r только все от этого зависит вот как и здесь вот я его решу там так или иначе у меня все будет зависит от переменной вот я соответственно хорошо час секунду значит ответ с равно не к с 0 до на есть степени минус значит секунду а не все так просто вот почему я насчет qs да я его только что стер qs то функция это давить qs на qs то была функция это все его вот отсюда должен то подставить и потом уравнение решение вот и не интеграл берется все чудесно значит вот я его напомню значит qs был qs 0 на и в степени альфа с альфа с вот он тут еще жив ню сп вот это было которая 1 2 плюс и ню сп на это да ну вот он тут был значит это я беру подставляю сюда вот и ну видно что это просто это ну да вот вот поэтому значит опять таки решить не сложно это уравнение поэтому я напишу ответ с равно с 0 на и в степени минус ниц и плюс 2 и ню ну вот это вот сп которая определяет qs да на 2 хи 0 ню сп на на в квадрат от r квадрат qs это в квадрате сейчас я таки проверю что я правильно это сделал значит значит минус единица плюс 2 и ню на 2 хи на 2 хи и у нас а с и в квадрате а вот единственное что я неправильно сделал это стоит стоит ну си в квадрате где си это логарифм пояс от это в квадрате в квадрате вот x и это логарифм вот вот так вот это правильный ответ ну тут как бы решать ну могу решить на доске в этом смысле да вот это с соответственно это наш вот этот след да вот и соответственно в это единица минус с так и видно что этот он потихоньку к единице придет вот потому что тут е в степени минус ну некое положительное число вот вот поэтому скейлинг есть тут тоже не почему он ровно тот же это вот q значит от к с от это на r к с от это на р критические показатели да но переменная сама скейлинговая та же вот то есть скейлинг есть в этом смысле он вот тут вообще везде есть и вот тут есть тут нет вот и последний последнее что я хочу показать в течение одной минуты не больше как это выглядит экспериментально экспериментально это выглядит вот так вот значит это данные из геры ну вот этот зевс h1 там и так далее икс это наши значит икс бьеркинская да у нас меньше 001 всех у квадрат который там есть у квадрат там от каких-то мф до 450 гф вот тал это как раз вот эта переменная это q квадрат на r квадрат r квадрат это ну x в какой-то степени там да то есть это вот ровно наша переменная qs которая равна равна е в степени это 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 логарифм x то есть это x в какой-то степени вот ну степень подобрана вот соответственно мы видим что все наши данные они являются функциями исключительно то так вот это у нас малые x а вот это ну вот это вот для различных то а вот это уже большие x x больше 001 ну и видно что у нас разошлось все выключай выключай